В Кремле не считают курс рубля обвальным. Ситуацию с курсом рубля в Кремле не считают обвалом. За ситуацией следит Центробанк, у которого есть сценарии, призванные избежать обвальных изменений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вы знаете, что у нас есть мегарегулятор. Центральный банк достаточно внимательно следит за ситуацией и ее анализирует. Поэтому я бы не употреблял слово «обвал», приводит его слова РИА Новости. «Курс действительно меняется, но это далеко не обвал, и в данном случае нет оснований полагать, что у Центробанка отсутствуют какие-либо сценарии, призванные избежать действительно обвальных изменений», — сказал Песков. «Я не хочу считать никакой курс обвальным. Это не является моей прерогативой. Такие прогнозы не должны озвучиваться из Кремля», — добавил Песков. По его словам, за ситуацией следит Центробанк, у которого есть сценарии, призванные избежать обвальных изменений. Между тем, курс доллара в ходе торгов на московской бирже поднялся выше 85 рублей, обновив исторический максимум. Курс евро подскочил выше 93 рублей, обновив максимум с декабря 2014 года. Ранее в четверг курс доллара обновил исторический максимум и поднялся выше 84 рублей. Курс евро подскочил до 92 рублей, обновив максимум с декабря 2014 года. года. Рубль снижается на фоне падения нефти, которая снижается в ожидании публикации данных о запасах нефти на американском рынке, которые могут вновь показать рост. В четверг бывший министр финансов России Алексей Кудрин также не исключил падение цены на нефть до 18 и даже 16 долларов за баррель. Мировые цены на нефть в ходе торгов четверг утром стабильны после того, как накануне опускались ниже новой психологически важной отметки в 27 долларов за баррель на фоне возросших опасений по поводу перспектив мировой экономики, а также сохраняющейся турбулентности на финансовых рынках. В среду ООН спрогнозировала, что цена нефти в 2016 году продолжит падение. Средняя цена по итогам года составит 51 доллар за баррель нефти марки Brent. В тот же день международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило оценку стоимости нефти и газа вслед за недавним ослаблением фундаментальных факторов спроса и предложения. Субтитры создавал DimaTorzok